Желаю, продолжаем тему, значит, обман рептилоидов в измерениях, в частности берем измерение электрического тока по счетчику. Итак, мы вчера там разобрали, что остается только время. Остается только время. Правильно? Вот человек смотрит и думает, что это он там платит, видите? Киловатт-часы вроде, а никаких киловатт-часов нет. Часы только остаются. Потому что остальное, амперы, все это липа. На счетчике мы считаем время, за сколько счетчик прокрутит, вот от этой риски и вот круг пройдет вот так. Если прокрутит больше по времени, значит потребление больше. Если меньше, то потребление меньше, вот как мы считаем. По времени, и за сколько времени мы считаем, вот один круг пролетит. То есть мы считаем время вращения вот этого круга. Вот этого круга. Вот этого круга на счетчике. Больше ничего мы не считаем. Так. Мы считаем расстояние, сколько прокрутит. А что такое время? А времени нет. Мы считаем вращение вокруг Земли, ой, вокруг Земли, вокруг Солнца, правильно? И разделили это вращение, значит, разделили на сектора. Разделили на сектора, на 24 сектора. И каждый из 23 секторов разделили на 3600 этих мелких секторов в секунду. То есть вращение вокруг Солнца мы считаем. Круг вращения Земли на сектора разделили. Значит, мы на счетчике считаем не энергию, а вращение, значит, нас из Земли вокруг Солнца. А какое отношение к потреблению это имеет? То есть мы на счетчике считаем вращение его круга, используя меру вращения Земли. То есть секунды, минуты, часы. Это не время, а мера вращения Земли. Мы переносим на вращение круга вот этого. Вот этого. Все, очки. Вот. Понимаете? То есть эту меру. Можно ли по мере вращения Земли узнать потребление нефти, газа, угля и так далее? И другого топлива нет невозможно. Мы можем это узнать только по опыту. Опыт такой и есть. Так как уже сотни лет, ну не сотни, но лет 150 точно, работают электростанции. И это мерит. Выходит у них примерно по 100 килограмм, вот как нам записали, это я передавал, нефтяного эквивалента. То есть мы в год тратим по 100 килограмм нефтяного эквивалента. Тут спрашивали про машины. Машины в это не входят. Это отдельно там идет. Там идет счет по этому. По количеству бензина там проще. А вот тут вот на счетчике, я имею в виду. То есть то, что вы потребляете в быту, то, что потребляют на заводах, все вам цену, то, что потребляют, допустим, на это самое, при изготовлении и так далее. То есть все это вы платите. То есть 100 килограмм бочка нефти в год идет на человека в мире примерно. И вот за бочку только мы и должны платить. То есть счета все за свет, а также счета, допустим, которые в стоимости идут товаров, при изготовлении на заводах, где используется электроэнергия, при изготовлении, значит, таких товаров, где используется нефть, там как, допустим, синтетика и так далее, лекарства, все это вот, всего 100 килограмм. То есть бочку нефти. Сейчас бочка стоит 70 долларов. Бочка стоит 70 долларов, вроде бы, да? А тут тоже подвох. А есть ли доллар? Нет, доллара нету. Есть его знак, символ. Что такое доллар? Определения нету. Так же, как нету, значит, что такое киловатт, ампер, вот это я вам вчера показывал. То есть это знак, символ. То есть символ есть, а доллара нет. Но этому не можем определить цену в том, что его нет. Откуда же тогда мы определяем цену? Цена это труд человека, ибо без труда не будет ничего. Ни света, ни хлеба, ни воды. То есть без труда ничего не было. Это значит, тот, кто трудится и создает реальное, чем мы пользуемся, строит дома, растит хлеб и так далее. Какие-то бытовые приборы упускает. Он ничего не должен платить. Он за все платил своим трудом. Труд только ценен. А вот это все их не выдумки, вот эти вот, видите. Ну, мы вчера я разбирал, что там идет. Там только тратится нефть. А вот эти все киловатт-час и нефть тратится. Реально. И то нефть, это как вот выяснили, нефть получается из отходов, канализации. То есть из ваших же отходов вам же платят. Вы же платите за свои отходы, которые они у вас добирают, канализация, а потом из этого вырабатывают электроэнергию и нефть. То есть за все человек оплатил своим трудом тот человек, который трудится и реально создает ценности. А тот, кто не трудится, банкиры, правители, посредники, спекулянты, посредники, проценщики, всякие там жулики, они ничего не делают, а только грабят народ. И они ничего не оплатили, они все на халяву получают. Как они говорят, вы на халявчике. Это вот они халявчики. Они не трудились, они только грабили. И берут все на халяву, берут, делят свою пользу так, что людям ничего не остается, все забирают через вот эти вот доллары, которых нету, через обман. А потом людям же выдают понемногу этими же долларами, а доллары-то долговые, так, чтобы люди получали мизер и еще остались им должны, как их не рабы. Вот в чем суть. То есть вот этим людям, вот этим спекулянтам, банкирам, всяким этим посредникам, проценщикам, им ничего не положено, никакой энергии. Пока они не станут делать реальное, то есть не станут заниматься реальным общественно-полезным трудом, а не заниматься грабежами. Вот эта тема, значит, про электросчетчик. На том мы ее и заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok